Кромосомы. Сегодня Всемирный день людей с синдромом Дауна. Услышать такой диагноз и не опустить рук – это просто огромная сила воли. Невероятная и безграничная любовь. Ну и, конечно, запредельное терпение. А тех, кто не прогнулся под жизнь, а сделал шаг ей навстречу. Репортаж Нины Можайко. У меня живут Денис. Я чувствую, что он сошел в камне. Плавные, уверенные движения кистью, широкие мазки отвлекаются только на то, чтобы смешать краски в палитре. Пишет правый и левый, словно гребет. Синего аквареля для него способ выйти в открытое море, реальную жизнь. Денису 9. И у него синдром Дауна. Это значит, что у мальчика 47 хромосом вместо 46. Мы узнали, когда уже Денис родился, ему было полтора месяца, нам пришел результат анализа на кариотип. Учитывая медицинское образование, я нашла светило-светил в области генетического УЗИ. При этом беременность протекала вообще без особенностей. Я, если честно, вообще таких слов не знала. Для меня это был шок полнейший. Все врачи говорили, что это будет какой-то котенок, который вообще ничего не будет уметь делать. Вот что вы, мамка, будете делать, он будет за вами повторять? Не более. Но эти мамы доказали, их дети будут жить и развиваться нормально. Карьеру, конечно, обеим пришлось отложить. Курсы реабилитации, занятия с логопедом, дефектологом и запредельное терпение. Таких особенных детей нельзя торопить. Первый шаг и первое слово они делают позже, зато осознанно. Хотя в случае с Таней Севенковой отставания по графику были незначительные. Села в 8 месяцев, пошла в год и два. Когда девочка, в принципе, мало чем отличается от сверстников. И сегодня ей почти не нужна помощь мамы. Не надо, я сама. Ее мы, в принципе, учим, с ней занимаемся, как с обычным ребенком. Как с обычным. Ей нет поблажек ни в учебе, ни в каких-то занятиях. То есть мы встали, мы идем в школу. Денис, он очень ласковый, он прислушивается, он очень внимательный, он педантичный. То есть у него все должно быть аккуратненько. Если я прошу, например, убрать игрушки, то у меня первый помощник – это Денис. Таня и Денис вместе ходили в один сад, в инклюзивную группу. Затем школа, первый класс, год за два. Но сидеть за партой для этих по-настоящему особенных детей было бы слишком банально. Сегодня они – начинающие артисты. За плечами несколько роликов для телевидения, фотосессии, съемки в кино. Мы его попасть. Папа, 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 папа. Актерское мастерство, хореография, сцен, речь и дикция. В Минской киношколе раскрывают экранные образы детей с синдромом Дауна. Особое внимание мимики – это их слабая сторона. Несмотря на статус солнечных, на деле очень характерные. Еще один стереотип – прочь. Детки сразу не могли даже фотографироваться. Я помню, первый раз взяла камеру, сфотографировать их – это было колоссально тяжело, трудно споймать и так, чтобы они смотрели в камеру, потому что это необходимо для маленьких юных актеров. Попасть на большой экран – часто несбыточная мечта даже для обычных людей. Таких историй множество. Ежедневно люди с синдромом Дауна разрушают привычные шаблоны о себе и своих способностях. Им приходится бороться не только с собой, но и с общественным мнением. Для тех, кто не в теме, в мире живут и благополучно существует. Огромное количество детей, подростков и взрослых с хромосомным перебором. И они могут быть успешны, доказали на деле. Например, австралийская модель Мэдлин Стёрт. С 2016 года она появляется на Нью-Йоркской неделе моды. А еще у нее 179 тысяч подписчиков в популярной соцсети. Испанец Пабло Пинеда. Он первый человек в Европе с синдромом Дауна, который окончил университет и стал преподавателем. Снялся в кино, получил серебряную раковину на кинопестивале в Сан-Себастьяне за лучшую мужскую роль в фильме «Я тоже». А еще музыкант и композитор Рональд Дженкинс. С 2006 года он пишет электронную музыку и выкладывает в сеть. Его ролики пользуются огромной популярностью. Сейчас Рональд работает над очередным студийным альбомом. Трудовой книжкой обзавелся и Василий Павликов. 22-летний юноша работает в престижном отеле Минска. Ежедневно он приезжает на свое рабочее место на автобусе. Выглаженная белая рубашка, жилет и бейдж. Не форма, которая делает его частью команды. Типа по-профессански, тут нативка приборов в основном. Я беру оттуда, приносу сюда, заливаю водой горячей. Начинаю до блеска. Работа требует педантичности, четкого выполнения инструкций. Вася работает 4 дня в неделю по 2 часа. Месячный гонорар откладывает на свадьбу. Готовится сделать предложение. Вася, а какая у тебя мечта есть? Жениться с колеей. Ренессанс – первая гостиница в Беларуси, которая приняла на работу людей с синдромом Дауна. Сегодня риск уже можно назвать оправданным, ведь количество таких сотрудников только увеличивается. У нас есть возможность показать людям, которые априори имеют отличие, что они могут быть востребованы социумом. И это неблаготворительная акция. Они прекрасно справляются с своей работой. Мы беседовали с Васей накануне, определили круг его возможностей, чтобы он мог справляться со своей работой. Нужно сбавить темп или наоборот, ты хочешь двигаться дальше? Пожалуйста, только скажи. И эта идея, в принципе, меняет сознание не только белорусов, но и всего мирового сообщества. Для этих людей диагноз стал проверкой на прочность, экзаменом на крепость семейных уз. Ведь вовремя подставленное плечо – веский аргумент. Сказать решительное «да» жизни. Без ограничений. Нина Можейко, Анатолий Долотовский, Максим Кураш и Илья Максимов. Агентство теленовостей. Героические люди.